Я пришла в клинику Елены, записалась к врачу, к лор-хирургу, который делает операции на носу. Посмотрим, что сейчас он мне скажет. Пришла на консультацию, пока чуть-чуть скажу, пока клиника. Очень, даже очень. Дали мне чай. Сопить, что ли, чай? Не знаю, даже пока сижу в дом. По ценам скажу. У хирурга консультация стоит 2,5 тысячи, КТ тоже 2,5 тысячи. Сделают такой 3D-снимок, а дадут мне на диске. Забегу вперед. Скажу, что от операции я отказалась, потому что оказалось очень дорого, не ожидала так. 74 тысячи, сказали, операция будет стоить. Для того, чтобы отрезать полип, мне кажется, это дорого. Вот это штуковины мне только что делали. КТ, да? КТ. Тут все крутилось, музыка играла, сканировали. Сейчас мне на диск все дадут, запишут. Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук, я живу в деревне. Сегодня начинается мой первый день в программе «Извини за 28 дней». Вот это мой первый завтрак, там два завтрака. Это детокс. Это каша. Кукурузная пиццампа и изюм. И нужную половинку грейпфрукта у меня нету, я мандаринки съем. Через полчаса будет хлебина, чайная ложка и чай. Потом будет второй завтрак. Тоже сниму. Вот такой огород зеленый себе посадила. Ну, не себе, конечно, с Вадимом вместе мы кушаем. Откуда берется? Смотрите, покупаете в магазине такой салатик, объедаете его, а потом сажаете в горшочек. И он прекрасно потом нарастает. Получается большая, огромная шапка. Видите, разные виды салатов у меня. Там руккола, она у меня в сумке ее оставила, забыла, чуть подсохла. Но она восстановится и будет хорошо, она растет тоже. Здесь я посеяла микрозелень. У меня здесь, кажется, горох. И еще где-то я видела, а вот еще семечки. Вот так вот у меня. В магазин не бегаю. Сегодня вот у меня будет омлет. Если омлет, делать его можно, кушать можно. Можно только, можно не на масле или каплю совсем. Просто чуть-чуть сковородку с покрытием, чуть-чуть ее можно сбрызнуть. Это папоротник орляк. Соленый был папоротник. Я его вымочила. Прямо меняла раз пять воду. Он у меня в банке стоял. И ему года два или три. Вот остатки последние. Прекрасный орляк. Кто знает, это очень полезно. Тут йода много. У нас йода дефицитный регион. У нас китайцы его, кажется, покупают. Вот смотрите. Это чуть-чуть он перерос. Поэтому смотрите, какой длинный. Что я делаю? Я вот эту часть обрежу. Он жестковатый. А дальше оставлю. Он вот отсюда уже идет мягкий. А это я могу отдать корм, потому что он абсолютно не соленый. Я его сейчас могу даже чуть-чуть помельче порезать. У меня есть такое ведерко на столе, которое отходы... А, козам. Козе можно козам. Козе это положу. Вот сюда. Так, а это сейчас я порежу. Мягенько. Смотрите, какой вкуснее, 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 вкуснее. Совсем капельку. Копила совсем капельку. Какая красотинка. Ой, как я люблю папру. Обожаю. И у нас его так много. У нас его просто бедрами его собирает. Так, я никогда не продавала на трассе папрель. А зря. Надо было попробовать. Мне кажется, покупали бы люди. Сделала с молоком. Яйца. Сейчас надо поставить на очень медленный огонь. Совсем на медленный, чтобы просто эти яйца схватились. Вот и все. Я и не солила, потому что в папоротнике осталась какая-то соль. Ну и все. А теперь типа как подсушить. Немножечко вот так вот закрою. Поплотнее. И все. Пусть готовится омлет. Все. Готов мой омлетик. Попыталась перевернуть. Он развалился. Ничего страшного. А здесь какое у меня чудо получилось. Это рикотта. Но она какая-то необычная. Из-за чего? Из-за того, что я делала... Так, немножко спустила. Из-за того, что я делала другой сыр. И у меня получилось, что ее как-то много. И она какая-то немножко не такая. Но она сейчас осядет. Смотрите. Она такая мягенькая. Но я думала, что я чуть-чуть опоздаю. И закипит. И вот это я вот так ложкой попробовала. Она такая кисленькая. Вкусная, вкусная. Я бы вот ее ложкой похлебала, поела. Скорее всего, я так сегодня сделаю обед такой. У меня будет такой обед. Вот такой супчик. И папоротник. И папоротник. Омлет с папоротником. Приятного аппетита. Вот петушок. Золотой гребешок. Моран. У меня же два марана. Привезла. Но этого продала за 1100 рублей. Хотя, конечно, подороже можно было. Но берут, слава богу, что берут. Привезла его недалеко. Тут рядышком тоже. Так я тебе сделаю вот так, чтобы ты тянулась. Тебе же тоже гимнастика нужна. Вот. Молодец. Вот так вот делай. На лавочку. Молодец. Так тебе будет гимнастика. Хоть маленькая. Вот то что. То стульнишка ты моя. У меня сегодня разгрузочный день. Я буду кушать вот такой бонский суп. Он у меня получился немножко не супом. Но все равно, вот видите, есть бульончик. Здесь замороженные были брокколи, помидоры, болгарский перец. И свежая капуста белокочанная. Лук-порей, морковка, морковка, сельдерей. Что тут еще? Все, кажется. Так. Ну все. Приятного аппетита. Я уже кушаю. На самом деле, вы не думайте. На самом деле, это очень-очень вкусно. Правда. У каждого овоща есть свой вкус. И вот ты его ощущаешь. Так вот, продала я свой гибискус. Картинку вам поставлю, какой он был. Мы уже его упаковали. И вот эту кливию, которая за 600 рублей. За тысячу. Тоже стрелку, кстати, выпустила. Погу его. Даже можно за полторы тысячи его выставить. Тот, который. Так что вот. Потихонечку. На мои растения находят новых хозяев. Зацветет прям завтра-послезавтра. В дню влюбленных будет уже цвести. Вот это вот я решила задарить девушке. За две покупочки. Получается вот такой симпатичный коврик. На ткацком станке я тоже соткала там половинку. Мне не понравилось. В общем, я и ткать не сильно умею, и крючком вязать не сильно умею. И поняла, что мне вот крючком вязать лучше нравится. А вот такой получился у меня коврик. За целый день. Но я вязала пару-тройку часов. Вязать не сильно умею. Вот тут видите, как у меня петли подъема научилась делать. Чтобы получилось не... Мама делала все время, она переходила одно в другой цвет. Может быть, так тоже имеет место быть. Но я что-то захотела, чтобы просто рядочки были ровненькие. Вот так научилась. Это у меня последний ряд из палантинов. Кстати, пряжа получилась очень крепкая. Я вот прям тяну изо всех сил ее тяну, тяну. Даже пальцы мне хрустят. Ничего не делается. Так что очень хорошо. Сантиметров 50 в диаметре. Но я потом еще... Зеленый это будет. А вот еще у меня есть. Это я могу подраспустить. Сделать несколько ниток. И еще получится по цвету ничего. Нормально. Зеленого еще будет. А там фиолетово потемнее. Хотя, видите, тут не до конца рядок. Но еще какой-нибудь коврик на пол получится. Около какой-нибудь балконной двери постелю. Посмотрите, как получилось удачно. Видите, какой хвостик остался. Это я как пельмени делала раньше. Или пирожки, когда стрякаешь. Начинки всегда хватает. Ровно-ровно. Настолько, сколько теста. Ничего никогда не остается. У вас, наверное, тоже так же, да? Дальше что-нибудь придумаю еще. Получилось миленько. У меня очень много новостей. Всяких разных. Есть хорошие, есть не очень хорошие. Есть такие промежуточные новости. Которые, вроде бы, не очень хорошие. Но потом они пройдут. Промежуточная новость. То, что я болею. С чем это связано, я знаю. Я думаю, что думала подпростыла. Но это связано с другой, очень большой, серьезной новостью. Мы выставили все-таки дом на продажу. Мы его не выставляли. Мы так просто по знакомым продавали. А сейчас мы его пригласили риэлтора. Он его оценил. Сфотографировал. И выставил. И теперь он продается на Авито. Если хотите, я могу личку кому-нибудь ссылку дать. В связи с этим я, конечно, заболела. Это я же такая невротик. У меня, когда такие события глобальные в жизни происходят, я сразу переживаю. У меня сильный стресс. И я начинаю болеть. Но это все проходит. Естественно. Видите, как вот я не очень-то. Но я чувствую себя сейчас лучше. Потому что у меня была раньше температура. Температуры уже нет. Поэтому я не снимала. Температуры нет. И я уже занялась рукоделием. Смотрите, что я понотворила. Смотрите, какая прелесть, красота. Так, хочу вам еще немножечко напомнить, как делается из одной нитки три. Вот у меня вот здесь вот кончик. Кончик закончился. Видите, ниточка закончилась. Не хватило немножко фиолетовые нитки у меня. Там я еще не прятала никакие концы. Вот такие были у Мишки носки. Это вязала моя мама. Я их распустила. Они же такие кудрявые получаются. Те, какая сейчас ровная ниточка. Распустила, связала, скрутила вот такой моточек. Опустила в горячую воду. Отжала на стиральной машинке. И высушила на батарее. И получился вот такой вот ровный кубочек. Теперь мне нужно сделать... Здесь же в одну нитку. А я вяжу коврик в три нитки. Нужно сделать в три нитки. Здесь у меня в три нитки. Видите, в три нитки. Я привязываю один кончик. Чуть-чуть я распущу вам. Видно. Вот. Привязываем один кончик. Так, тут у меня еще такой узел. Я знаю очень давно. Очень давно. Наверное, следите за руками. Не буду сильно объяснять. Вот так, смотрите. Вот. Закладываю между пальцами. Между указательным и большим пальцем. Закладываю две ниточки. И чуть-чуть торчит. Видите? Потом я делаю вот так петлю через эти пальцы. Придерживаю вот так немножко этим средним пальцем. Делаю так петлю под эту петельку. Потом я вот так ее загибаю другим пальцем. Потом я эту петельку вот так вот эти скидываю и затягиваю. Оп. Фокус не удался. Хокер был пьян и фокус не удался. Это я потому, что очень много внимания уделила. Чтобы камеру показывать. Вот, смотрите. Получается вот такой вот узелочек. Он очень маленький, но очень крепкий. Он направлен в одну сторону. Вот, смотрите. Я изо всех сил тяну. Вот на лице. Вот. А, давайте я еще расскажу. Если вы обратили внимание, то я постройнела. Не скажу, что я похорошела. Это впереди, наверное, еще. Или, если вы так вот все видите, у меня все подвисло уже. Я, когда начинала вот этот вот... Когда начинала... Там сообщения написали, поэтому я отвлеклась. Вот эту программу «Изменись за 28 дней». Я была 88 килограмм. Почему я тоже решила принять участие в этой программе? Потому что я в это лето первый раз в жизни не постройнела, не похудела. Почему-то. Обычно я зимой полнею, летом худею. И мне как-то было нормально. Если вы замечаете, видели, кто смотрит мой канал, это видно. Зимой я тускенькая, летом не худенькая. Вот такая в теле, нормальная. Все было хорошо. А в этом году почему-то у меня вот остановился вес. Ну, это, наверное, связано с обменом веществ. Это, во-первых. Во-вторых, скорее всего, это связано с тем, что я лечила хеликобактеру. И у меня нарушилась очень сильная микрофлора летом. И это очень важно. Когда у вас не хватает бактерий, которые перерабатывают, все это стоит. И это сложно. Поэтому я пошла в эту программу. Пишут мне сообщения, но я потом попозже отвечу. Вот, смотрите. А сейчас, что такое программа? Вы покупаете продукцию Тенториум. Продукция Тенториум, вы знаете, вот тут комментировали, это потрясающие вещи. Это и очистка, и противопаразитарная, и то, что кормит нашу... Я очень много полезного узнала, потому что те, кто в этой программе, они входят в группу в закрытом чате в Телеграм. И получается, что они там, ну, как бы их кураторы ведут, там врачи. Там все очень серьезно. И, в общем, да, я очень много узнала про микробиоту, что как раз вот мне и нужно было. И, в общем-то, у меня... Сейчас у меня было 88 килограмм, сейчас у меня 85 килограмм. Прошло две недели. Еще две недели. Ну, я думаю, еще пару килограмм сброшу, не больше. Если даже не сброшу, мне даже уже сейчас это нравится. Вот так, смотрите, получается вот у меня одна ниточка. Одна ниточка. И тут еще было две вот такая вот петелечка. Я в эту петелечку протягиваю вот так вот ниточку. Вот это вот. Получается там две. И вот еще одна. Вот. И у меня три ниточки. Видите? И я дальше продолжаю вязать. А я распустила носки. Я сейчас покажу. Я там, может, покажу даже. Поставлю себе носки. Мишки, конечно, они маленькие. И, в общем, такая история. Довяжу сейчас. Мне так нравится. Ну, выставили дом недавно. У меня есть уже люди, которые интересуются. Ну, вы сами понимаете, это может быть и не скоро. Может быть и даже... Я даже сеять начну. Может быть, сегодня-савтра. Именно для первых томатов. Вы знаете, что у меня же теплые отапливаемые грядки. Сейчас посильнее вытяну. Можно даже бросить на пол. Вот этот клубочек на пол брошу. Чтобы у меня вот эта вот петля была очень длинная. Что 10 раз ее не делать. А так ее можно несколько раз делать. Вот. У меня получилось. Вот смотрите. Вот эта тройная нитка. Метра три. И когда я пока я вяжу три метра, я могу не думать об этом. Да. Не пугайтесь. У меня все самое страшное позади. Температуры уже нет. Вот. Ну, так мне нравится, да? Лучше косички. Косички. Тоже будете пугать. Это не для молодости. Косички для удобства. Потому что если я завязываю здесь хвост один, мы когда вечером с Вадимом садимся смотреть, ложимся смотреть фильм, мы вечером стараемся посмотреть какой-нибудь фильм, или если он большой фильм, то половинку. Сейчас смотрим «Мастер Маргарита» новый фильм. Потрясающий. И, ну, конечно, в качестве не очень качество, потому что, естественно, сами понимаете, его только в прокате выпустили. И в Ютубе, или где-то там на других площадках его нету. Если есть, то тоже какой-то вот кто-то там выставляет в плохом качестве. И с огромным количеством плохой рекламы. Вот так. И когда мы ложимся смотреть кино, у меня вот это вот очень сильно мешает головой. А когда у меня косички, мне ничего не мешает. Поэтому это очень удобно. Еще хотела сказать, что косички моя тетя носила до конца жизни. Она эти косички и так плела, и вот сюда плела, и сзади плела, и все. И мне так понравилось всегда. Так что косички-то наши все. Я даже посмотрела у некоторых. Моя тетя и Полине Мамы, вся родня Полине Мамы, они мордва. Может быть, это у них национальное, я не знаю. Потому что я посмотрела, по-моему, у татар. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Там тоже плетут косы. И в возрасте женщины. И это очень нормально. Почему вы считаете, что я как это, моложусь, как девочка? Это, ну, так принято было, я не знаю. Так, ну, все, наверное. Я сейчас поставлю вам немножко из хозяйства что-то. Может быть, как я сыры делала. Я два сыра уже сделала. Может быть, поставлю, так получится. Ну и все. Не буду вас долго мучить свои внешние люди. Или, мне кажется, я бы не нравится. Я смотрю на себя, мне нравится. Конечно, для того, чтобы сняться, приходится подкрасить губки чуть-чуть. И я думаю, не нравится. Мне лучше пойти с козой-то бегать, попрыгать. Честно вам говорю. И мы сегодня бегали и прыгали. Ну, не снимали, конечно. Потому что мы бандались, не бегали. У нас растаяла травка. Представляете, два дня была плюсовая температура. И растаяла травка. Немножко сняла, покажу вам. Ну вот, и все. Сейчас поставлю на какие-то кадрики. Новости вам я все рассказала. Приятного просмотра. Ну, а там в конце, когда все посмотрите, обязательно поставьте классы. Потому что, ну, знаете, да? Что, когда много классов и комментариев много, то YouTube продвигает это видео. Ну, вверх поднимает и больше людей посмотрит. И тогда у меня выбор подписчиков. Такой получился у меня коврик. Кружком вязать, мне кажется, самое трудное. Я почему так выбрала, не знаю. Ладно, расскажу вам. Вот это зелененькое. Это у меня платье с Василька было. Как-то присылали. Оно так быстро в каташки, в каташками превратилось, что я ее разрезала. Так, вот это вот две паутинки, которые мне дочка дарила, но они уже все испортились. Такие махеровые. Вот это вот, как у меня жилетка сейчас, это рукава. Ай, вру, тоже паутинка. Вот эта паутинка такая цветом. Другая паутинка. А вот это вот рукава от моей жилетки. У меня кофта такая была. Сейчас жилетку такую ношу. Ну, и вот это вот носки. Ну, носки, там шарфик еще был, книжки. Шарфик и носки ушли вот так вот. Травку кушали? Нет, не хочешь травку. Хорошая травка. Ой, тимоня. Пошли, пошли побежать. Побежали попрыгать. Попрыгаем. Бу-бу-бу-бу-бу. Нет, не хочешь пыли. Маргофой. Не хочешь. Мне тебе не нравится. Маргоф. Ага. Сейчас она пойдет в баню. Ох ты. Ну, прямо на крыльцо положи, да и все пусть ест. Вот она, наши веники, которые мы паримся в бане наезд. Нам ничего не жалко для нее. Даже... Я взял. Опа. Опа. Ну, ладно, оставляю. Пойдем обедать тоже. Оставляю. Оставляю. Так, здесь скользко. Смотрите, все осторожно. Да, Василиска? Опа. Я сама провалилась. Опа.